Здравствуйте, Артур Рейфович. Добрый день. Какие перед вами стали цели в 2013 году? Ну, не перед вами конкретно, а перед вашим ведомством. Главное – это удовлетворенность граждан, на мой взгляд. То есть мы работаем для граждан. У нас основное, что мы сейчас измеряем, это удовлетворенность граждан теми проектами, теми инициативами, которые мы запускаем. Поэтому основная цель – это чтобы 90% граждан было удовлетворено теми проектами, которые мы для них делаем. Это основное. Самое проваленное сейчас – это, наверное, удовлетворенность работников здравоохранения на работе в медицинской инфрационной системе. Там порядка 3,9% – последняя оценка по опросу. Это получается 78% из 100%. Ну, а был какой-то анализ? В чем причина? Потому что, ну, вроде как… Конечно, да, новая система, во-первых. Во-вторых, ее сложно. Мы имеем в виду, а говоря о новой системе, это электронная запись к врачу, правильно? Нет, они работают с другой системой, которая по факту является… Ну, давайте так. Есть бэкэнд – это айтишный термин, это то, что стоит у компьютера на враче, грубо говоря, и у нас на серверах. Есть фронтэнд – это портал, через который происходит запись к врачу. Вот те люди, которые работают с порталом, ну, по факту это граждане, они то, что сзади внутри не видят. То есть, есть информационная система отдельная, огромная, с которой работают работники здравоохранения. Вот удовлетворенность порталом, она выше 90%. То есть, людям, которые работают с порталом, которые записываются к врачу, им нравится. А вот та информационная система, в которой по факту врачи ведут всех больных, в которой они ведут расписание, в которой они ведут электронные медицинские карты, вот она, конечно, сложная для врачей, и они, ну, ей часто недовольны. В чем главная претензия врачей к этой системе? Ну, естественно, удобство работы. То есть, они говорят, например, что вот здесь окошко нам не нравится, что ну вот так, или вот тут нам надо забивать много. Но это такие, это реальные объективные жалобы. Субъективные жалобы, например, мы там не умеем работать на компьютере. Нам сложно печатать на клавиатуре, у нас там уходит больше времени. Сколько сейчас людей посещают портал Доктор 71 в день? 15 тысяч человек в месяц. Значит, из этих 15 тысяч человек в месяц, которые записываются в электронном виде, через портал у нас сейчас порядка 40%. То есть, это 9 тысяч. То есть, 9 тысяч через портал, значит, в день где-то около 300 человек записываются через портал. Но посещение чуть больше. Ну, а динамика идёт всё-таки, вот если смотреться от месяца к месяцу? Есть такой термин, как живая очередь до сих пор и электронная очередь. Соответственно, сейчас даже та живая очередь, которая в больницах уже переведена в электронную, то есть, по факту, когда вы приходите в больницу, не записавшись через портал или через инфомат, вы попадаете в эту, назовём её так, живая очередь. Ну да, все её так и называют. Хотя она тоже электронная сейчас у многих больницах становится. Так вот, суд, что вот на эту электронную очередь, живую, приходится сейчас 80% в больнице. То есть, если вы пришли в регистратуру, они вас ставят в эту живую очередь. Предварительная запись через портал, она в электронную. Квота 20%. Поэтому сейчас практически в электронном виде мы выбираем 100% записи. Сейчас мы начнём потихонечку расширять эту квоту одновременно с внедрением... А до какого процента её надо довести? В этом мы планируем где-то 40-50%. В идеале она будет 100%. 100%, чтобы полностью все пользовались и записывались по электронной очереди. А к какому году тогда? Я думаю, к концу следующего мы к этому придём. Были проблемы, что люди записывались через портал, не приходили, но под них было забито время. Есть такое, да. До сих пор эта проблема осталась. А решение есть у этой проблемы? Есть решение. Значит, делать следующим образом. У нас в системе помечается человек, который не пришёл. Если он... Мы потом планируем вести такое правило, если, например, два или три раза ты не пришёл, записавшись, тебе закрывают доступ к электронной записи. Ты можешь только в реальную, вживую прийти. Тогда как мы достигнем показателей 100%? Человек приходит, пишет заявление, просьба мне открыть доступ, я больше не буду так делать. Мы ему открываем, и он будет дальше записываться в электронном виде. Вот сейчас вся запись ведётся в электронном виде. Это условное понятие. Электронная очередь живая. Поэтому даже если человек пришёл в регистратуру и записался на месте, он тоже попадает в эту же очередь. То есть их не должно быть две, как сейчас. Она одна, просто с механизма записи разный. Вот и всё. И как только мы открываем 100% квоту, условно, у нас остаются только экстренные. Но экстренных больных мы должны принимать и так, независимо. Он пришёл, мы его сразу приняли, если там серьёзная ситуация жизненная. С какими основными проблемами пришлось столкнуться, внедряя эту технологию? Основное – это то, что нужно работать с врачами. Их нужно учить. Это основное и самое сложное. Это первое. Второе – это масштаб проекта. То есть это всё-таки область. Это самые удалённые уголки. Нужно было начинать от того, что каналы связи построить, туда всё привести, настроить, установить, постоянные разъезды. Это, наверное… То есть масштаб и география проекта – это тоже достаточно большую сложность вносило. Третье – это, безусловно, сложность информационной системы. Та информационная система, которую мы внедряем, она, естественно, но не может соответствовать окончательно нашим требованиям. Идеальности системы не существует. То есть за время её эксплуатации, практически сколько у нас? Больше полугода, да? Мы уже исправили около 300 или 400 уже исправлений в неё, внесли в эту систему. И они постоянно есть, то есть мы постоянно её меняем. Так в итоге сколько обошёлся бюджет у портала «Доктор71»? Сам портал? Нет, вообще внедрение всей вот этой системы. Там есть конкретный бюджет, он порядка 900 миллионов. В дальнейшем будет увеличение? Или вот всё? А строите, и это полностью хватит, чтобы закрыть? Нет, есть же сопровождение, естественно. Значит, нам сопровождение, например, информационной системы стоит порядка 17 миллионов в год. Сопровождение каналов связи стоит 16,5 миллионов в год. Плюс подменный фонд оборудования, то есть мы же очень много оборудования на эти деньги закупили, компьютеры, принтеры, информаты, терминалы, считыватели и так далее, и тому подобное. Обслуживание этого всего добра стоит. Ещё там порядка подменный фонд у нас сейчас на этом год заложен 1 миллион 200, чисто на замену техники. Смотрите, в больницах до глупого доходило, что в информатах не было бумаги. Это тоже, и расходники, они тоже стоят денег. А кто за это отвечает? За бумагу в больницах отвечает конкретно учреждение здравоохранения. Работает система, зависит от доступа людей к интернету, правильно? В том числе. Есть задачи, чтобы широкополосным интернетом была охвачена вся область. Ну, там школы, больницы, все соцобъекты. Когда ждать нам этого? Да уже начали. То есть мы в конце 2013 года уже подключили более 100 объектов. В этом году планируем подключить более 1000 уже объектов с Ростелеком. Вопрос в последние мили. Значит, смотрите, вот у нас есть район. Что такое широкополосной доступ? У вас есть, грубо говоря, труба, но это оптоволокно, которая заходит в район в какую-то конкретную точку. Допустим, у вас есть там Почта России или филиал Ростелекома, какое угодно учреждение, к нему пришла эта труба. Но для того, чтобы вам даже подключить элементарное здание, которое стоит в 500 метрах, вам нужно либо по колодцам существующим тянуть кабель, еще один к нему, либо, если колодцев нет, коммуникации нет между этими зданиями, вам нужно брать, снимать асфальт, класть кабель, обратно его взрывать или тянуть по столбам, что не очень выгодно, потому что, сами понимаете, когда у тебя кабель лежит на столбе, это ненадежно. Но это и не очень эстетично выглядит, вон с сиатулы в проводах. Да, поэтому суть не в том, когда придет ШПД в район, он там есть в каждом районе, суть в том, когда мы подключим последние мили, потому что у нас в области есть места, когда у нас район большой, ШПД зашло, а до конь-то деревеньки, естественно, его нет, а там конь-то сельская библиотека. Когда будет решена проблема этой последней мили? Вот по 2814 точкам, которые у нас включены в проект этот по ШПД, мы строительство закончим в следующем году. Теперь про МФЦ, это многофункциональный центр, чтобы расшифровать? Да, многофункциональный центр. И главная задача? Обеспечение граждан качественными услугами. Какие сейчас услуги можно получить в МФЦ? Разнообразные, значит, существует три типа услуг, это федеральный, региональный и муниципальный. В основном сейчас МФЦ оказывает региональный и муниципальный, ну и плюс часть федеральных, такие как получение паспорта или загранпаспорта, можно в части МФЦ понять документы. Если говорить про региональный, то это, например, оформление различных субсидий по детишкам, это прием заявлений на регистрацию брака или актов смерти и так далее. Если говорить про муниципальный, то это различные земельные услуги, переоформление собственности, земли и так далее. Каждый МФЦ оказывает определенный набор услуг. Сейчас мы его унифицируем, чтобы в дальнейшем все МФЦ оказывали единое количество и набор услуг. Сколько они должны оказывать услуг? К концу года мы планируем, что они будут оказывать чуть-чуть больше 100. Сейчас они в среднем оказывают 20-30 услуг. Но ведь получается, что будут услуги, которые в МФЦ получить будет невозможно? Да, будут. Что это за услуги, которые нельзя обеспечить вот в таком виде? Значит, мы разбили услуги условно на всего услуг более 1000. Мы сделали, отранжировали услуги таким образом, чтобы у нас, грубо говоря, мы знаем все наиболее популярные, менее популярные, совсем не популярные. Мы в МФЦ реализуем услуги таким образом, чтобы у нас МФЦ оказывала 90% наиболее популярных услуг. Затраты на их создание кто на себя берет? Область. Полностью, в том числе ремонт здания или все-таки муниципалитет что-то предоставляет? Полностью. Единственное, что оплачивает муниципалитет, это коммунальные услуги. Мы работаем для граждан. Мы хотим, чтобы гражданам нравилось получать услуги, чтобы они приходили и им было, ну, они получали кайф. То есть, если вот вы сейчас, например, подумаете, как мне получить услугу? Там надо туда пойти одни бумажки собрать, сюда другие бумажки собрать. Притом об этом всем надо где-то взять информацию. Здесь нет прямой, скажем так, экономической эффективности или окупаемости этого проекта. Он в основном социальный. То есть, для того, чтобы гражданам было удобно, чтобы они приходили в одно место и получали. Хотя, безусловно, когда мы развернем сеть МФЦ, и нагрузка на другие органы, оказывающие услуги, снизится, они будут сокращать там свои кадры. Например, федералы уже сейчас, с учетом открытия МФЦ, берут и сокращают часть кадров, которые оказывают услуги там в области. Запустили культурные мобильные приложения? Культурный навигатор, да. Что это такое? По факту, культурный навигатор – это приложение для мобильного устройства, которое является продолжением сайта культурный навигатор. То есть, по факту, это приложение, на которое дублируется контент с сайта. С помощью него вы можете посмотреть, какие у нас мероприятия будут в области, культурные объекты, карту с объектами. Ну и, соответственно, сходить куда-нибудь, посмотреть новый спектакль, кино и так далее. Вообще сложно было его разработать-то? Это же надо все собрать, а у нас так все разрознено. Где-то маленькие музеи, где-то там немаленькие, где-то выставки, ярмарки. Сложно действительно не с созданием приложения с контентом, да. Но в таких проектах основное – это контент, безусловно. С контентом мы до сих пор мучаемся. То есть, мы вместе с Министерством культуры заставляем учреждения, чтобы… и заставляем, объясняем, что им это нужно, что им нужно опубликовать контент, рассказывать о том, какие у них мероприятия происходят, чтобы люди знали и приходили к ним. А наполняемость-то растет? Растет. То есть, мы ежедневно сейчас публикуем большое количество информации и будем публиковать еще больше, и будем дополнять его новыми сервисами. Как вы оцениваете его эффективность? Там, количеством скачиваний? По оценкам на гугле смотрим, и по количеству скачиваний. Там сейчас, по-моему, больше 50 скачиваний, что не так много. Но мы еще не запускали пиар-компанию по нему. То есть, мы еще ничего не делали. Мы его запустили в конце года. Три приложения сразу. Wi-Fi, культурный навигатор и открытый регион. И вообще пиара еще не было. То есть, мы сейчас делаем... Что за проект? Открытый регион у всех на слуху, культурный навигатор тоже. Что за проект Wi-Fi? Проект по Wi-Fi показывает все точки бесплатного Wi-Fi в области, где можно получить интернет. Мы его свяжем как раз с проектом ШПД. Широкополосного. Да, для того, чтобы вы открываете карту и сразу смотрите, где ближайшая точка, где вы можете бесплатным Wi-Fi воспользоваться. Но сейчас эти точки получаются именно многофункциональные центры или есть еще? Есть дополнительно. Мы туда подтянули все коммерческие фирмы, у которых есть бесплатный Wi-Fi, ну, по крайней мере, по Туле. Соответственно, там уже есть определенное количество точек бесплатного Wi-Fi. И там будут все учреждения, которые мы также оснастим Wi-Fi в рамках ШПД. В парке имени Белоусов запустили бесплатный Wi-Fi, да? Давным-давно уже. Давным-давно масштабный проект. Что-то подобного еще где-то нам ждать? С Йоты мы делаем 14 точек весной, скорее всего. Это будут остальные скверы, которые поменьше по всей Туле. С Ростелекомом мы сделали в Кремле, ну, вы, наверное, тоже знаете, там тоже бесплатный Wi-Fi. По области? Ну, по области мы учреждения оснащаем, я считаю, этого будет достаточно. Цели, которые стоят перед ведомством на 2014 год, ну, основные? Безусловно, МФЦ, медицинская информационная система нам нужно ее развивать. По госуслугам, естественно, это тоже приоритетный проект. Помимо этого, сейчас мы запускаем новый большой проект, это геоинформационная система. Что это такое? По факту, это карта, и к ней привязаны, есть такая, называемая геоподоснова, это карта. К ней привязаны различные объекты с координатами. Ну, допустим, берем музей. У музея есть координаты, там, широта и долгота. Вот мы эти объекты наносим на карту. Зачем это нужна система? Она, прежде всего, используется для аналитики, например, для градостроительной деятельности. Это первый, ну, там, в первую очередь мы сейчас делаем для комитета по архитектуре. Мы наносим все объекты, там, в том числе, там, электрика, свет, вода, тепло, транспорт. Ну, это что-то вроде дорожной карты получается, которую для инвесторов делают? Смотрите, в том числе, то есть, геоподоснова, это карта, на нее можно накладывать любые слои. Начиная вот от того, что я сказал, заканчивая, там, например, смертностью свиней по области, там, или количеством осадков, выпадающих в той или иной части области. Дальше накладывая различные слои, какие вы их сделаете, любые можете делать. Вы можете анализировать данные и принимать управленческие решения. То есть, допустим, хотите вы построить, ну, вот я уже начал говорить, новый объект, например, новый микрорайон. Вы должны оценить плотность населения, плотность населения вокруг, миграцию там населения, сколько магазинов там элементарно, есть ли там, ну, это самое, не важно, там, важные, есть ли тепло, хватает ли площади, является ли это зона, например, водоохранной, можно ли там вообще строить или не узнать. С помощью этого проекта это будет проще. Да, вы на карте накладываете эти слои и смотрите, делаете аналитику. Какие еще проекты в 2014 году вы будете разрабатывать, уже разрабатываете? Вы сказали, приоритетные, приоритетные эти. Да, вот эти четыре, наверное, они самые крупные и приоритетные. Будем развивать дальше открытый регион, безусловно, там появится достаточно много новых сервисов. Буквально в этом месяце будет новый интересный проект, мы запустим это твой участковый. Мы сейчас всем участковым закупаем мобильные телефоны. Соответственно, всем выдаем сим-карты. Во всех подъездах расклеим информацию о их участковых. То есть, будет конкретно участковый. Там даже вплоть до того, что думаем фотографию сделать, телефон, как позвонить твоему участковому. Потому что основная проблема, участкового никогда не найдешь, он постоянно где-то... Ну, мало кто знает своего участкового лица. Да, а здесь у тебя будет мобильный телефон, ты посмотрел, позвонил, нашел своего участкового. То есть, можно будет зайти на сайт открытого региона и посмотреть, кто у тебя есть? Да, можно будет зайти, и можно будет в подъезде посмотреть, и в контакт-центр 8800 позвонить, и тебе скажут, что твой участковый, и можно будет его набрать напрямую. Очень интересный проект. Удачи вам, спасибо за интервью. Спасибо.